Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июня и вот вчера поздно вечером я делала фосфорно-калийную подкормку для томатов в открытом грунте. Сейчас я вам скажу немного подробнее. Я уже говорила в предыдущих видеороликах, что показать саму обработку я не могу, потому что у нас установилась очень ясная, очень жаркая погода. И буквально до самого вечера стоит жара, светит солнце. Я вчера обрабатывала в 10 вечера, когда уже немножко начало смеркаться, для того, чтобы подкормка подольше сохранялась на листьях, чтобы солнышко не высушивало ее. И поэтому я не показываю вот такие поздние или делаю очень рано утром, в 6 утра. Я просто расскажу, но ничего сложного в самом опрыскивании нет. Обыкновенное такое же опрыскивание, как и все другие. Тут главное понять принцип, как я уже говорила, что подкормки томатам необходимы, но делать их нужно грамотно, а именно обоснованно и с учетом фазы развития растений. Но тут не только фаза развития растений важна, еще важен грунт, плодородие грунта. Я объясню, почему я делала именно эту подкормку, почему она мне необходима и кому можно ее избежать, то есть перешагнуть через нее. Я уже еще раз повторю, что при идеальной подготовке грунта и внесении всех необходимых добавок осенью, количество вот таких основных подкормок фосфорно-калийных можно сократить до 2-3 в сезон. Но так как я этого ничего осенью не сделала, я просто не успеваю вносить все это под перекопку, под осеннюю. И это мне приходится делать вот сейчас. Приходится давать фосфор, калий своим растениям в виде подкормок. Делала листовую подкормку. Почему листовую? Потому что листовая подкормка, она более быстрая. Контакт вот этого вещества, которое мы вносим, этих именно макроэлементов фосфора и калия, он сразу контактирует с растением, с листом листья, сразу все это в себя впитывают. И он сразу в растения поступает. И это намного легче, согласитесь, легче пройтись по рядам и сделать опрыскивание, чем вот в наклон под каждый куст делать какой-то полив. Но я предпочитаю делать вот эти подкормки листовыми, которые можно сделать листовыми, быстрее. Тем более у меня их много. Поклонись под каждый куст и тут на следующий день вообще, наверное, не встанешь. Листовая, она более удобна. Для меня это оптимальный вариант. Вот смотрите, вчера я сделала фосфорно-калийную подкормку, для того, чтобы растения получили фосфор и калий. Использовала монофосфат калия. Это современное, сейчас очень распространенное, можно даже так назвать его модное средство, которое у всех на слуху, которое все начали им пользоваться. В последние годы оно сильно распространено. Хотя лет 10-15 назад, многие о нем даже не слышали, использовали традиционно всегда всю жизнь, вытяжку из суперфосфата, вот именно для получения фосфора. Но монофосфат калия использовать проще, поэтому многие на него перешли. Он хорошо растворяется в воде. Рабочий раствор очень быстро готовить. Я делала вчера по инструкции, как указано на пачке, я сейчас вам пачку покажу, 1 столовая ложка на 10 литров воды. И опрыскивала по листу, вот этим мелким таким распылением, ну как обычно я делаю. И вот на 2000 растений я обрабатывала ведь и не только томаты, обрабатывала и баклажаны, и перцы, короче, все-все-все вот эти вот мои поля, плантации, которые у меня размещены на моих 600-ках, все обработала. Для этого мне понадобилось 3 ведра рабочего раствора. Это очень много. Но если у вас посадки маленькие, вот, например, у меня 2000, а если у вас 200, значит, вам понадобится в 10 раз меньше, да? Литров 5 можно развести. Можно взять 1 чайную ложку, развести в 5-литровой баклаше и распылить. Все, на этом закончим. Про дозировку я потом еще в конце пачку покажу и расскажу про инструкцию. Лучше все делать по инструкции, которая указана на пачках. Вот смотрите, если в моем случае у меня здесь сложно, потому что у меня разные сроки высадки. Вот я стою, вот эта грядка, она была высажена давно-давно-давно. И эта грядка тоже была, видите, они большие, давно. Но есть у меня и маленькие, я показывала, которые высаживала недавно. И у меня получилось, что для каких-то томатов эта фосфорно-калийная подкормка, она первой стала. Вот, например, для этих, которые высажены в традиционные сроки, это первая подкормка для них. Для каких-то, которые были подморожены и побиты градом, вот эти посадки, эта подкормка стала второй, потому что я их до этого подкармливала еще комплексом, в котором есть азот, для того, чтобы они немного набрали зеленую массу. Ну вот видите, они хорошо набрали зеленую массу, потому что у них совсем не было листьев, обдолбил град все листики. И вот у меня-то, видите, эти разномастные посадки, поэтому получилось, для кого-то эта подкормка первая, для кого-то эта подкормка вторая. Вот здесь я тоже делала, я говорила, что делала борное опрыскивание, потому что они уже давно цветут, им нужно было. и у них уже, видите, какие огромные помидоры, и для, им я дала фосфор и калий первый раз, хотя они давно здесь сидят. Это у меня так получается, а вообще люди, которые высаживают свои томаты одновременно, им проще. Я уже говорила, что у нас пять фаз, в которые мы должны подкормить, это с учетом, если мы грунт никак не заправляем, ничего не делаем, то нам обязательно нужно будет через 10-15 дней после высадки НПК комплекс подкормить. Но это я говорю для бедных почв, которые не удобрены ни осенью, ни весной. Потом вторая подкормка, это считается как период роста, фосфор калий нужен. И третий период цветения, тоже фосфор калий нужен. Ну там в разных соотношениях. И четвертое, когда образуется зависть, там добавляем бор, и потом в плодоношение. Но у меня получилось, что вот эти у меня в фазе плодоношения, те еще только в фазе цветения, мне сложно здесь разбить вот эти по секторам и делать разные подкормки, поэтому вот вчера у меня они все сразу получили фосфор калий. У кого-то это совпало с их фазой развития, у кого-то, конечно, немножко запоздала эта подкормка, она должна быть вот, например, у этих уже вторая. Но я перешагнула. Вот у меня такие, я действую в соответствии со своими обстоятельствами, у меня такие обстоятельства, что я не смогла раньше сделать им подкормку. Было некогда. Сначала высаживала, потом подвязывала, и только сейчас взялась. И самое главное, сколько бы подкормок вы не делали, неважно, сколько раз вы подкормите, главное, чтобы ваши растения получили весь комплекс не только макроэлементов, но и микроэлементов. И вот теперь следующую основную подкормку фосфор и калия я буду, возможно, делать не скоро, но вот эти опрыскивания микроэлементами, будет борное опрыскивание, потом, возможно, будет опрыскивание янтарной кислотой. Это я все буду делать. Сейчас вот достану из кармана я пачку. Мы все привыкли к монокалийфосфату вот такому. Вот именно эта пачка у многих. Есть 200-граммовая, есть полкилограммовая. Но сейчас очень удобно. Я вот купила. Есть вот такие разовые, которые именно на ведерко воды. Состав тот же, 52-34. Все то же самое. Он немного монокалийфосфат. А нет, так же, монокалийфосфат. А то по-другому есть, как-то называется. И вот здесь, я говорила, что пользоваться нужно по инструкции. Здесь все написано. Овощные культуры от 7 до 15 грамм на 10 литров воды. И написано, что 15 грамм это 1 столовая ложка. Вот как раз эту дозировку я всегда и делаю. 1 столовая ложка на 10 литров воды. Или 1 чайная ложка на 5 литров воды. И еще хочу сказать в конце 2 слова про этот препарат. Если про борное опрыскивание мы все говорили, почти все уже знаем, что бор вреден для организма, что он все-таки может, если передозировка, он может навредить. Может навредить и растениям, и нам. Там можно что-то сжечь. То монофосфат калия, монокалийфосфат, вы можете не бояться его применять. Даже если немножко... Вот я делаю 15 грамм на ведро. Можно положить 20 грамм на ведро. Вот эта пачка, это разовая, на ведерко воды можно сделать. Он безвреден для человека. И это самое главное. Им можно опрыскивать уже в таких фазе плодоношения, когда помидорки бурые, когда помидорки начинают спеть. После его применения можно просто помыть томат и кушать. Никакого вреда он нам не доставляет. Его можно не бояться. Вот, конечно, никаких... Если кто-то, например, из начинающих огородников хочет увидеть сразу видимый результат, что вот опрыскали, например, чем-то, ну, янтарной кислотой, или вот этим монофосфатом калия, или борной кислотой, сделали какое-то действие, и кто-то ждет вот таких видимых сразу явных результатов, я скажу, что после обработок, практически, если у вас нормальные здоровые томаты, ничего не меняется. Вот они как были, у них зеленые листики, вот стоят стройными зелеными рядами. Так у них они и остались. Все это невидимое воздействие происходит внутри листьев, внутри растения. И я не буду говорить о свойствах вот этого монофосфата калия. Все знают прекрасно, что фосфор и калий нужен. Нужен именно вот в этот период, когда они уже цветут, когда завязываются плоды, когда формируются, наливаются. И все эти наши подкормки, они не проходят бесследно. Они обязательно помогают растению. Растение становится более выносливым, более здоровым, повышается урожай. А при поздних опрыскиваниях, вот когда мы будем опрыскивать, уже когда будут такие большие плоды, даже улучшается вкус томатов. Многие говорят, что на поздних сроках они опрыскивают именно для придания сладости нашим томатам. Все, подкормка, вот это простое опрыскивание. Многие ее делают, если у вас нет времени возиться с вытяжкой из суперфосфата, потому что многие до сих пор еще пользуются вытяжкой, опрыскивают именно вытяжкой. Можно использовать вот это вот современное, более новейшее средство. Оно очень простое. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok